Как сохранить культурное наследие и что предпринять для развития патриотических чувств у всех слоев населения, обсуждали представители департаментов культуры регионов ЦФО. Семинар длился два дня в Левитанхоле в городе Плёс. Делегаты делились опытом работы и старались выработать концепцию популяризации объектов культурного наследия, которая будет действенна. В ходе обсуждения было ясно одно, что все представители регионов, они, конечно же, не просто настоящие профессионалы, они очень озадачены проблемными аспектами и в то же время желают поделиться своим опытом. И главный итог двухдневного общения – это наработка наших новых полезных знаний, сведений и, конечно же, развитие контактов. Как сделать памятники доступными и интересами молодому поколению, придумывали и в Ивановских муниципалитетах. Особую похвалу чиновников департамента культуры заслужил проект Шуйской коррекционной школы интерната 8 вида. Педагоги школы разработали экскурсию для своих воспитанников по корпусам дома купца Корнилова. Детки что делали? Детки ходили в библиотеку, рисовали картинки, рисовали свою родную школу, представляли, как обстояла жизнь раньше, то есть представляли себе. И еще у них была виртуальная экскурсия, когда они, гуляя в парке, то есть они представляли, а как же люди гуляли, что можно было в этом парке делать и как люди раньше там жили. Любовь к городу, с чего начинается? Ну, сейчас все знания. Если мы ничего не знаем о городе, он нам, кажется, некрасивый. Если он некрасивый, значит его и любить-то не за что. А если его любить, значит, надо будет съезжать как можно быстрее, как-нибудь подальше. А человек, который любит город, он должен, это тот, который знает его историю, может показать его красоту. Прививать любовь к культуре, отмечали делегаты семинара, нужно с самого детства. Если рассказывать молодому поколению на уроках в школе об архитектуре и искусстве города и водить школьников на экскурсии, уважение к памятникам культуры будет у детей буквально в крови. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.